итак в продолжение вчерашней серии по можжевельнику вчера я ее клеил сегодня хотел короче включить камеру и заснять как я его шлифую но увы не получилось потому что тут до такой степени все в пыли было что камеру просто не видела как в тумане вот поэтому чего хочу сказать я делаю покупаю шестидесятку вот абразив но обычно на липучку 60 абразива и прям болгаркой полностью все вышкуривают для чего это делают для того чтобы на ощупь он был равномерный такой и чтоб текстура вся выделялась почему потому что когда пилится торцовка соответственно есть запилы вот чтобы убрать эти запилы это было элегантно и строго я вышкуриваю полностью все закончил вчера тоже потолок делать но сейчас чуть попозже покажу может быть завтра буду каждый день короче выкладывать какие-то маленькие отрезки что еще сделаю сейчас я полностью все пропали сошу и покажу вам один очень важный секрет под прекрасную мелодию смотрим и музыка и и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Итак, после того, когда пропылесосили, чтобы придать тон дереву, то есть можжевельнику, можно использовать два варианта. Первый вариант это масло, второй вариант это воду. Я буду использовать воду. Почему? Потому что масло со временем будет выгорать. Поэтому я что сейчас делаю? Я буду мыть его. Для чего? Для того, чтобы у меня дерево немножко спигментировало. Потому что мы знаем, что дерево от воды пигментирует. Если мы берем какие-то породы дерева, которые при высыхании потом оставляют свой цвет, можжевельник, он имеет свой свой пигментировать от воды. Поэтому я сейчас это все помою. Для чего? Для того, чтобы дать такой насыщенный, хороший тон дереву. Вот такая хитрость. Ну и в то же время будет еще и чистенький. Смотрим. 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 Конечно же это сейчас немножко все подсохнет, но белесости на можжевельнике не будет. То есть он не будет такой смотреться как белый, как был. Он будет смотреться такой немножко желтоватый. И соответственно я сейчас включу свет, вам покажу, как будет на фоне света это выглядеть. Понятно, что у меня здесь разойдутся еще, у меня здесь будет наличник ставиться. Будет смотреться это вот так. Сейчас немножко дерево высохнет. Оно будет такое бархатное и шелковистое на ощупь, очень приятное. Потому что по-любому, когда заказчик будет заходить, он будет садиться соответственно здесь, он будет это трогать. И чтобы он испытывал какой-то эстетический такой комфорт-восторг, поэтому надо заморачиваться. Вот, ну это я с вами поделился. Такая вот двухдневная жизнь моя на объекте, чтобы вы понимали, что когда ты строишь что-то такое интересное, что надо вкладываться в каждый элемент по полной программе. Ну и для многих, может быть, это будет что-то новенькое. Так что, ребята, не забудем, пишем комментарии и поддерживаем лайки.